Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок! Сегодня с вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, и мы с вами будем говорить о том, как правильно подготовить наш сад к зиме. Не секрет, что от того, как вы подготовите его сейчас, в зимовке, зависит ваш будущий урожай и состояние здоровья ваших деревьев. Итак, с чего же начать? Осень – очень важный момент. Для октября необходимо провести целый ряд работ. Таких, как искореняющая обработка от парши и других грибковых заболеваний, очистка штампов деревьев от отмерзшей коры, от лишайников, от мхов, и ее обязательная покраска, а также защита, это уже будет гораздо позже, от мышевидных грызунов и зайцев. Сейчас непосредственно мы с вами займемся подготовкой наших деревьев к зимовке, а именно приступим к очистке коры. Почему необходимо красить кору именно осенью? Дело в том, что наиболее опасный период для получения солнечных ожогов для деревьев – это февраль-март месяц. Если мы покрасим штамбы деревьев в апреле-май месяце, это будет носить чисто декоративный эстетический элемент. Дереву оно уже особенно не поможет. Ведь самые серьезные ожоги, морозобоины, трещины дерево получают именно зимой, когда днем кора, непокрашенная темная кора, легко и быстро нагревается на ярком солнышке, а ночью, когда температура резко снижается ниже нуля, она, не успевая сократиться, трескается. Кора разрывается, иногда можно видеть трещины морозобоины длиной до метра на деревьях. Такие морозобоины серьезно ослабляют состояние деревьев, вызывая иногда их полную гибель в течение двух-трех лет. Но это легко можно предотвратить, просто проведя покраску в какой-нибудь хороший солнечный день в октябре-ноябре месяце. Важный момент. Для того, чтобы еще больше улучшить состояние нашего сада, а также минимизировать расход садовой краски, побелки, кору перед покраской, отмерзшую, обязательно нужно счистить. Это имеет значение еще и по следующей причине. Под корой прячется огромное количество различных зимующих вредных насекомых. Долгоносики, пилильщики, яйца многих вредных насекомых располагаются под отмерзшими чижуйками, располагаются в зарослях решайников и мхов. И если мы их оставим так зимовать, то рано весной все эти паразиты, проснувшись, начнут свою разрушительную деятельность в нашем саду. Второй момент. Многие любители обращаются к нам с просьбой. Подскажите, нужно ли бороться с лишайниками? Наносят ли они вред нашим насаждениям? И как избавиться от лишайника в нашем саду? Лишайник, нужно сказать, сам по себе вреда дереву не приносит. Однако он сигнализирует о нескольких важных элементах. С одной стороны, лишайник говорит о том, что экологическая обстановка у вас в саду очень благополучная. Особенно если это лишайники пустистые, разветвленные. Это говорит о том, что вода, почва и земля у вас на территории вашего товарищества, коттеджа, очень чистые. С другой стороны, лишайники создают очень благоприятные условия для развития болезней, поскольку они, намокая под дождем, создают сырость. А сырость – это первое лучшее условие для возникновения различных раковых заболеваний. А во-вторых, в этих же лишайниках и мхах прекрасно прячутся различные вредные насекомые. Поэтому осень, в частности октябрь, начало ноября месяца – лучшее время для того, чтобы разобраться с этими новоселами в нашем саду. И лучше, чтобы их, конечно же, не было. Как избавиться от лишайников? Кто-то предлагает механические способы очистки. Взять старый веник, щетку, скребок, даже старый нож и аккуратненько это все счистить. Но это довольно-таки трудоемко, особенно если лишайники сырые. Мы предлагаем следующий, общераспространенный, народный способ. Для этого вам понадобится 400 грамм железного купороса, горсть соли и совсем немного жидкого моющего средства. Буквально 100-150 грамм. Это может быть средство для мытья посуды, жидкое мыло, что угодно. Разводим железный купорос, добавляем горсть соли, обычной поваренной соли, немножко моющего средства и этим раствором опрыскиваем сверху донизу штамп, покрытый мхами и лишайниками. И просто оставляем на какое-то время, на неделю, на две. За это время соли, входящие в состав раствора, а также мыло, приведут к гибели мхов и лишайников и их постепенному усыханию. И в дальнейшем вы, расстелив под деревом пленку, ни в коем случае мхи не должны попасть на почву под деревом, иначе со временем они вернутся обратно к вам в сад. Мы счищаем их жесткой щеткой, но ни в коем случае не металлической, старым жестким веником, пластиком и скрипком, лишь бы не повредить кору. Все, что мы счистили, аккуратненько сыпаем в ведро и отправляем в костер, либо глубоко закапываем в компост на глубину не менее 20 сантиметров, с тем расчетом, чтобы личинки тех насекомых и их яйца, которые были в лишайниках, весной не отродились и не вышли наружу. И глубины 20 сантиметров вполне для этого достаточно. И вот после того, как мы очистили нашу кору от отмерших чешуек, от лишайников, от мхов, самое время приступить к покраске коры. Для покраски мы рекомендуем использовать садовые краски, обязательно с добавлением фунгицида, либо, если у вас их в распоряжении нет, любую краску для внутренних фасадных работ. Лишь бы она была светлой, белой, либо любого другого оттенка. Главное условие – она должна быть светлой, чтобы отражать солнечные лучи. Только в таком случае она гарантирует вам защиту от солнечных ожогов и от морозобоин в феврале, марте, апреле месяце. И, как следствие, здоровье ваших деревьев на многие-многие годы. Иногда нас спрашивают, на какую высоту нужно красить дерево. Метр, полтора, там 60 сантиметров. А на самом деле таких четких размеров не существует. Главное условие – дерево должно быть, особенно молодое, покрашено обязательно. Оно должно быть обязательно покрашено с осени. И обязательно должны быть прокрашены основания развилок скелетных ветвей. Почему? Развилки скелетных ветвей имеют огромное значение для роста и развития дерева. В них из-за особенностей строения часто развиваются раковые заболевания. Почему? Там скапливаются различные остатки, там обычно повышенная влажность. А будучи под нагрузкой, развилки часто трескаются. Если там разовьется какая-нибудь болезнь, типа обыкновенного рака или черного, или некроза, она быстро погубит дерево. Но будучи покрашенной, особенно если есть фунгициды в краске, покраска не даст развиться болезни. Не даст получить дерево в этом месте, развиться солнечным ожогом, морозобойным. Поэтому, главное условие, вы не смотрите на высоту уровня покраски. Вы смотрите на то, что у вашего дерева должен быть покрашен ствол и основание развилок скелетных ветвей с небольшим заходом на эти ветви. Только тогда вы можете сказать, что ваше дерево действительно серьезно защищено. Красим дерево тоже до основания. Если у вас старое дерево, то здесь этого правила можно как придерживаться, так и не придерживаться. Многие старые деревья имеют серьезную обширную крону, которая затеняет ствол, затерняет штамп полностью и все свои скелетные ветви. В таком случае, особенно если деревья традиционной формировки, когда крона закладывается на высоте более полутора метров, вы можете варьировать уровень покраски, исходя из своих собственных пожеланий, своего собственного вкуса. То есть даже не прокрашивая эти ветви. Главное, вы должны очистить основание развилок от отмерзшей коры, чтобы там не накапливалась сырость, не разрастались мхи или шайники. Также закрашиваем вот такие вот раны, которые еще не заросли, но начинают зарастать. Таким образом мы помогаем им. Иногда любители спрашивают, у меня на деревьях, на срезах, на сучах, на коре появляются черные пятна, черный налет. Что это? Может это рак или какое-то другое опасное заболевание? На самом деле это довольно безопасный грибок, который образует такой вот сажистый налет. Но он сигнализирует о том, что вы что-то сделали неправильно. Вот в данном случае, что было сделано неправильно? Был неправильно вырезан сук, он был оставлен с пеньком. По правилам сук необходимо вырезать на кольцо, то есть по краю такой складки коры, которая идет в том месте, где сук ответвляется от ствола или от другой ветви. Здесь, видите, был оставлен довольно-таки высокий пенек, кора стала отмирать. Дерево не может зарубцевать такой высокий срез. И в этих случаях поселяется сажистый налет. Особого вреда он не наносит, но если делали его ослабленное, он мешает рубцеванию, он мешает заживанию и вызывает постепенное отмирание коры. В данном случае можно было посоветовать человеку просто аккуратно подновить срез, спилив вот этот пенечек, продезинфицировать его обязательно раствором медного купороса 3-5% или закрасить садовой краской с добавлением фунгицида, либо садовым варом, садовым бальзамом. В таком случае этот черный налет быстро исчезнет, а дерево, получив возможность, быстро зарубцует образовавшуюся рану. На этом у меня все. Мы с вами подготовили дерево к зиме, мы покрасили его, очистили от лимхов или шайников. И в следующем сюжете я расскажу вам о том, как правильно провести искореняющую обработку от болезней осенью. С вами была Юлия Кондратенок, и до новых встреч на канале Процветок.